В отличие от программ получения вида на жительство, нашего потенциального клиента не такой большой выбор. Есть Мальта, есть Кипр, есть еще Болгария. Своими особенностями основные программы, между которыми происходит этот выбор, это Мальта и Кипр. Основной интерес все-таки вызывает, как правило, не сама Мальта и не сам Кипр. Основной интерес вызывают такие страны, как Великобритания, Швейцария, Австрия, Чехия, где гражданин Мальты или гражданин Кипра может свободно проживать. И Кипр, и Мальта являются полноценными членами Европейского Союза. И, соответственно, на граждан Кипра и на граждан Мальты распространяется право свободного проживания в любой стране Евросоюза, а также в Швейцарии и в трех странах европейского экономического пространства. До 90 дней они это могут делать свободно. В свыше 90 дней есть определенные административные формальности. Нужно зарегистрироваться. Первое, с чего все начинается, конечно, это сумма инвестиций. Второе, это возвратность инвестиций. И третье, уже сроки и так далее, и так далее. Второй штатус, он абсолютно идентичен. Есть небольшие отличия в плане безвизового перемещения. Граждане Мальты могут без визы въезжать в Соединенные Штаты. Например, граждане Кипра не могут. Если говорить о гражданстве Кипра, то с 1 ноября вступили в силу изменения, и сумма инвестиций была снижена с 2,5 миллионов до 2 миллионов евро. Это может быть один объект жилой недвижимости, это может быть несколько объектов жилой недвижимости. Если мы говорим о гражданстве Мальты, то основную сумму составляет невозвратный платеж. Это 650 тысяч на основного заявителя. 25 на супругу, 25 на малолетних детей и 50 на совершеннолетних детей и на родителей. Плюс гособлигации на 500 тысяч, плюс аренда либо покупка недвижимости. По условиям программы родители могут получать граждан. Они могут идти по программе. На Кипре нужно купить дополнительно жилую недвижимость за 500 тысяч. На Кипре сумма инвестиций больше, но она возвратная. То есть через 3 года можно продать жилую недвижимость, но нужно оставить недвижимость за 500 тысяч, которую нужно владеть пожизненно. На Мальте общая сумма меньше, но большая часть невозвратная. Еще интересное отличие заключается в том, что внуки инвестора могут получить гражданство. То есть изначально в программу заходит инвестор, его супруга, ну или супруг, супруга в зависимости от того, кто является основным заявителем, дети. И когда у них потом рождаются внук или внучка, то при рождении он также или она может получить гражданство либо Мальты, либо Кипра. Здесь условия идентичны. Редактор субтитров А.Семкин